Каждый год чарующая Верона, уютно расположившаяся в самом сердце Италии, взрывается ярким праздником любви и литературы. Это не просто день рождения. Это дань уважения Джульетте, бессмертной героине трагической истории любви Шекспира, Ромео и Джульетта. Воздух искрится радостью. Улицы оживают под звуки музыки и смеха, а в воздухе витает дух романтики. От мощенных улочек до залитых солнцем площадей Верона превращается в сцену. Сцену, на которой главную роль играет нестареющая сила любви. Люди со всех концов света, привлеченные очарованием этой вечной истории, собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения Джульетты. Это свидетельство неприходящей силы любовных историй и их способности преодолевать время и пространство. Этот праздник больше, чем просто день рождения. Это культурный феномен, доказательство неприходящей силы слов Шекспира. Это напоминание о том, что любовь во всех ее проявлениях продолжает очаровывать и вдохновлять нас. На несколько волшебных дней в сентябре Верона становится маяком надежды, местом, где сбываются мечты, а романтика не знает границ. Ромео и Джульетта Шекспира «История о двух влюбленных, которым не суждено было быть вместе», уже несколько веков пленяет зрителей по всему миру. Эта трагическая история любви, написанная в конце XVI века, продолжает находить отклик в сердцах людей всех возрастов и культур. Написанная в конце XVI века, пьеса с ее темами любви, судьбы и трагедии, продолжает находить глубокий отклик в сердцах зрителей и сегодня. Шекспир мастерски передал эмоции и переживания своих героев, делая их близкими и понятными каждому. Эта история обращается к самой сути человеческого бытия. Исследуя сложности любви и часто трагические последствия вражды и недопонимания. Вражда между семьями, которая приводит к гибели молодых влюбленных, является мощным напоминанием о разрушительной силе ненависти. Верона, место действия этой вечной истории любви, стала синонимом романтики. Город с его узкими улочками и древними зданиями оживает в воображении читателей и зрителей. Яркие описания Шекспиром городских улиц, шумных рынков и величия древних стен вдохнули жизнь в Верону в воображении бесчисленных читателей. Каждый уголок этого города пропитан историей и романтикой. Неизменная популярность пьесы превратила Верону в место литературного паломничества, где поклонники могут пройти по стопам своих любимых героев. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть знаменитый балкон Джульетты и почувствовать атмосферу этой великой истории. Хотя сама пьеса является плодом воображения, эмоции, которые она исследует, очень реальны. Любовь, страсть, ревность и отчаяние – все это переживания, которые знакомы каждому из нас. Любовь, потеря, тоска и боль разлуки – это универсальные переживания, которые выходят за рамки времени и культурных границ. Эти чувства делают историю Ромео и Джульетты такой близкой и понятной для всех поколений. Именно эта универсальность позволяет зрителям так глубоко сопереживать истории Ромео и Джульетты. Каждый раз, когда пьеса ставится на сцене, она вызывает сильные эмоции и заставляет задуматься о вечных вопросах любви и судьбы. Вечное наследие Ромео и Джульетты очевидно в бесчисленных адаптациях, которые она вдохновила. Каждое новое поколение находит в этой истории что-то свое, что-то, что резонирует с их собственными переживаниями и чувствами. От опер и балетов до фильмов и мюзиклов эта история переосмысливалась и интерпретировалась для новых поколений. Каждая новая интерпретация добавляет что-то новое, сохраняя при этом дух оригинала. Каждая адаптация привносит свой уникальный взгляд на историю, гарантируя, что Ромео и Джульетта останутся такими же актуальными и пленительными сегодня, как и столетия назад. Эта история продолжает вдохновлять и трогать сердца людей по всему миру. Верона с ее богатой историей и пленительной красотой является идеальным фоном для празднования дня рождения Джульетты. Этот город, словно живой музей, хранит в себе множество тайн и легенд. Расположенная в регионе Винетто на севере Италии, Верона – город с богатейшей историей, по улицам которого ступали римские легионеры, средневековые купцы и художники эпохи Возрождения. Здесь каждый камень, каждый уголок пропитан духом прошлого. Прекрасно сохранившийся римский амфитеатр «Арена» до сих пор принимает оперные спектакли и концерты, а его древние камни хранят истории о гладиаторах и императорах. Вечерами здесь можно услышать чарующие звуки музыки, которые переносят нас в далекое прошлое. Очарование Вероны заключается не только в ее историческом значении, но и в романтической атмосфере. Город словно создан для влюбленных. Его узкие улочки и уютные площади приглашают на романтические прогулки. Извилистые, мощеные улочки города, вдоль которых расположились очаровательные кафе и причудливые магазинчики, манят на неспешные прогулки. Здесь можно насладиться чашечкой кофе или бокалом вина, наблюдая за жизнью города. Река Адидже, грациозно изгибающаяся в самом сердце Вероны, добавляет городу живописности. Ее воды отражают старинные здания, создавая неповторимую атмосферу. Неудивительно, что Шекспир выбрал Верону местом действия своей знаменитой истории любви. Этот город с его романтическими видами и богатой историей идеально подходит для трагической истории Ромео и Джульетты. Природная красота города и романтическая атмосфера идеально дополняют темы любви и трагедии, пронизывающие Ромео и Джульетту. Вечерние прогулки по мостам Вероны оставляют незабываемые впечатления. Верона всем сердцем приняла свою шекспировскую связь. Город гордится своей ролью в великой истории любви и трагедии. В городе находится несколько мест, связанных с пьесой, в том числе дом Джульетты, дом XIV века с балконом, ставший популярной туристической достопримечательностью. Здесь каждый год собираются тысячи туристов, чтобы прикоснуться к легенде. Посетители могут даже оставить письма Джульетте, прося ее совета в сердечных делах. Эти письма, написанные на разных языках, создают уникальную атмосферу. Эти письма, часто наполненные сердечными мольбами и романтическими чаяниями, являются свидетельством неугасающей силы истории Джульетты и надежды, которую она олицетворяет. Они напоминают нам о том, что любовь и трагедия всегда идут рука об руку. Празднование дня рождения Джульетты в Вероне – это волшебное сочетание традиций и современных торжеств. Каждый год этот праздник привлекает тысячи туристов и местных жителей, желающих окунуться в атмосферу романтики и истории. В это время город оживает, наполняясь красками, музыкой и ощущением радости. Улицы заполняются смехом и весельем, а каждый уголок Вероны становится сценой для различных мероприятий. Празднование обычно длится несколько дней в середине сентября, превращая Верону в оживленный театр под открытым небом, где главную роль играет дух Ромео и Джульетты. Театральные постановки, концерты и уличные представления создают неповторимую атмосферу. Одним из самых популярных событий является исторический парад. Этот парад привлекает внимание зрителей всех возрастов. Это грандиозное шествие по центральным улицам Вероны с участием людей в роскошных костюмах, знаменосцев и музыкальных коллективов, переносящие зрителей во времена Ромео и Джульетты. Каждый участник парада играет свою роль, добавляя уникальный штрих к общей картине. Парад завершается впечатляющим фейерверком, озаряющим ночное небо разноцветными огнями. Это зрелище оставляет незабываемые впечатления у всех присутствующих. По всему городу уличные артисты развлекают публику жонглированием, огненными шоу и музыкальными номерами. Их выступления добавляют еще больше магии в атмосферу праздника. В воздухе витает аромат свежей выпечки и традиционных итальянских деликатесов, искушая посетителей отведать кулинарные изыски Вероны. Местные кафе и рестораны предлагают специальные меню, вдохновленные этим событием. Празднование дня рождения Джульетты — это свидетельство силы историй, способных объединять людей. Люди из разных уголков мира собираются здесь, чтобы разделить радость и любовь. Это напоминание о том, что любовь во всех ее проявлениях — это универсальный язык, который выходит за культурные границы и обращается к самой сути нашей общей человечности. В Вероне каждый может почувствовать себя частью этой велики.